Председатель собрания депутатов Ненинского округа Александр Лутовинов встретился с представителями Ассоциации Ненинского народа Ясавы. Встреча прошла за круглым столом. Каждый присутствующий на встрече член Ассоциации Ясавы, представляющий в Организации интересов коренных малочисленных народов Севера, мог в неформальной обстановке задать любой вопрос спикеру регионального парламента, как социально значимого, так и личного характера. В условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, непосредственные контакты, к сожалению, практически сведены к нулю, а стало быть и возможность получить достоверную информацию из первых уст сужается. Большое спасибо Александру Ильичу, что сегодня пришел с нами, пообщался и, по крайней мере, на вопросы наши ответил. Потому что, на самом деле, очень много разной информации, противоречивой. И сейчас в этой ситуации, не только в нашем округе, а еще в целом, с этой пандемией, люди находятся в неком таком шоковом состоянии. И эти вопросы, они на сегодняшний день очень актуальны. Много вопросов, на которые бы хотелось получить ответы от первых лиц региона, касаются финансового состояния округа. В условиях экономического кризиса удастся ли Ненецкому округу сохранить финансовую стабильность? Какие приоритеты будут в это непростое время ставиться во главу угла? Ответить на эти вопросы предстоит депутатам регионального парламента, которые вступили в активную фазу рассмотрения окружного бюджета на 2021 год и плановый период. Приоритеты будут прежние. Образование. Это свыше 5 миллиардов, если говорить в финансовом плане. Это соцзащита. Полтора. Это здравоохранение. Это ЖКХ. Вот вкупе, я говорил, те направления, которые я перечислил, они составляют более 10 миллиардов рублей. В целом, по доходам окружной бюджет на 2021 год планируется в размере 20 миллиардов рублей. По расходам 22 миллиардов 300 миллионов. Прогнозируемый дефицит 14,7%. Я надеюсь, что обеспеченность нашего бюджета финансовыми средствами очень сильно нас не качнет. И мудрость наших финансистов, мудрость наших руководителей региона в этом отношении, конечно, сыграет свою роль в положительной относительно наших жителей нашего региона. За последние десятилетия в округе накоплен большой положительный опыт поддержки традиционных видов хозяйствования и социальной защиты коренных малочисленных народов Севера. Повлияют ли нынешние условия на сохранение стабильности в этой сфере? Безусловно. Волнуют тружеников тундры. Мы понимаем прекрасно, что это ситуация не одного дня. Это общая проблема. И решать ее надо совместно. Поэтому мы сейчас продолжаем работать и, соответственно, вырабатывать те мероприятия, те меры, которые будут направлены на минимизацию негативного влияния. Проекты регионального бюджета следующего года в полном объеме предусмотрены субсидии юридическим лицам и семейно-родовым общинам КМНС на наращивание поголовья оленей, на производство и реализацию продукции оленеводства, на доставку оленины в город для последующей переработки. Предусматриваются и меры социальной поддержки оленеводам и чум-работницам. Также будут профинансированы мероприятия по госпрограмме «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера» в Ненинском округе. Все эти статьи защищены, они подлежат дальнейшему обсуждению. Но, по крайней мере, пока если говорить о планировании нашей работы, а те суммы, которые закладываются в бюджете, они фактически предполагают, практически предполагают в полном объеме сохранение всех тех направлений, которые касаются и коренных малочисленных народов Севера, семейно-родовых общин, их непосредственно деятельности. Это все касается и жизнедеятельности, и, возможно, такой сферы, как оленеводство. Поэтому, конечно, эти вопросы крайне важны, они определяют фактически важнейшую ту отрасль, о которой мы сейчас с вами говорим. Чтобы снизить финансовую нагрузку на бюджет в целях обеспечения социальных гарантий, на заследании Палаты законодательных предположений, которая состоялась на прошлой неделе, большинством голосов депутаты приняли к рассмотрению законопроект о внесении изменений в отдельные законы Ненинского округа. Законопроект направлен на продление действий понижающего коэффициента 0,8 к денежному содержанию лиц, замещающих государственные должности Ненинского округа, а также на сохранение фонда оплаты труда государственных гражданских служащих округа на уровне текущего года. Необходимо провести было консультации в том числе со всеми заинтересованными лицами, в том числе и с губернатором, который, хорошо знаете, поддержал это решение, подтвердил его. И поэтому я считаю, что данные вопросы надо решать, разумеется, гласно, но с другой стороны, все-таки этапность прохождения законов надо соблюдать. И этому правилу надо следовать в дальнейшем. Напомню, понижающий коэффициент был введен в округе в 2016 году, также в непростое в финансовом плане время и действует уже на протяжении пяти лет. 5 ноября вопрос о его пролонгации будет рассмотрен на бюджетной комиссии, а затем вынесен на очередную сессию собраний депутатов. Что касается в целом окружного бюджета на 2021 год и плановый период, то надеемся, что несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе, бюджет будет принят в установленные сроки. Конечно, проблемы есть. То, что вы обозначили, люди болеют. И у нас сегодня есть значительное количество. Но у нас вот есть план, который мы приняли к рассмотрению. С 5 ноября мы начинаем, вот первый этап уже, первая комиссия начинает работать. И закончить эту работу мы должны в декабре. В середине декабря я хочу просто вырезать уверенность. Мы приложим все силы к тому, чтобы бюджет был принят вовремя. Это наша главная задача. Иван Никонов, Ольга Малыгина, Телеканал Север.